Я поздравляю всех с наступающим праздником, у нас сегодня вечером начинается День независимости. Это самый большой праздник, который у нас есть. Сегодня у нас День памяти всем погибшим, солдатам и погибшим в террористических актах. Я очень рад, что мы возвращаемся проводить наши уроки, у нас был длинный перерыв. Мы продолжаем нашу книгу Урод от Шува, у нас 14 глава и 15 абзац. Как всегда, для знающих иврит. Перевода у меня, к сожалению, до сих пор нет. Мы прочтем на иврите и переведем, и будем, и обсудим. Есть еще Адам. Курэбэсфарим мейненэй маалот шэрк душа. Стоп, ошибка. Вот и наш абзац. Петнадцатин, есть еще Адам. Афал пи, шейцавон והפחד ба, мапни биттуль тура, мапни авэронот кула. Афал пи, шейцавон, биттуль тура, мапни авэронот кула. Афал пи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В любом случае все ступени совершенства и святости и добра, они должны быть связаны друг с другом. И все вместе они образуют общую связку, осветить на этом человеке свет Бога и его высшие Торы в Божьей доброте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 что я прочитал книгах по самосовершенствовать какие-то вещи я верю что я совсем не там совсем другом месте теперь я я конечно должен признать что мои это прочтение это не не обязательно прочтение здесь в раве есть что-то еще но вот я этот отрывок вижу вот теперь давайте еще раз его пройдем сначала посмотрим как мы любим предложение за предложением и посмотрим что то есть даже да вот в пути продвижения пути швы могут быть книги которые мне не подходит говорить нужно понимать кто я где я и на какой на ком уровне на какой степени я стою и не сильно быть впечатлены техник которые камере к моему уровню сейчас мне не очень сильно относится и этого давайте вернемся к нашему а да то есть давайте несмотря на то что как мы сказали это не грусть мы сказали что это депрессия и страх они приходят из-за отсутствие не изучение тора и отсутствие изучение тора и до всяких грехов в любом случае сразу же как только мы задумываемся даже от шве сразу все переворачивается хорошую сторону и мы должны сразу же схватиться за за да я извиняюсь переводом до сильно скажу держаться до бетахон за уверенность в божественной высшей милости и так же держаться за тору и служение каждой по его уровню и мне кажется каждый по его уровню здесь это то что называется ключевое слово это самое главное здесь что очень важно каждый по его уровню теперь как это все связано с депрессией да и страх вроде бы рам говорит сна да что это из-за отсутствия тора и за грехов но как почему с этим начали вообще мне кажется что такая депрессия может развиться именно из-за чтения книг мусора чтения книг по поводу как бы самосовершенствования если они не подходят тебе то может развиться из этих книг вот эта самая депрессия и книга не виновата источник депрессии и страха это конечно отсутствие торы и грехи но в любом случае только ты думаешь вот настолько нужно хватить все эти хорошие вещи там тору и и служение по своему уровню а то есть пока это можно сказать что это заглавие это вечерах ничего не сказал это как бы но это точно сейчас будет развивать и если иногда иногда мы уже обратили внимание на это слово вот ничего просто можно выкинуть это просто смягчающее слово и раб имеет ввиду не иногда а и если за чтение таких книг то есть нам чтобы понять часто слова иногда нужно просто убрать если иногда покажется человек ему что тот уровень который у него просыпается из-за чтения книг по теме мусора самосовершенствования и трепета она не соответствует его уровню то нужно очень серьезно понять какой у меня уровень где я и что я где и усилиться и прилагать усилия особенно к собственным уровнем усилия нужно сосредоточить на этом а также не оставлять свою руку по поводу того что написано в книгах то есть то что я понимаю а он говорит оставь книги в покое займись в основном нет тому что прочитал в книге и может тебе привести сейчас тебя к неким-то хорошим вещам ты начнешь понимать там от меня требуют вот так я могу вот так и как бы и мне нужно быть вот там а я здесь оставь это вообще займись в основном чем где ты пойми где ты этим да а то что написано в книгах пусть будет не центром а пусть будет фоном пусть будет где-то на на бэкграунде знаю что это тоже есть вот так вот такое построение это построение правильно и так же то есть того что мы будем и так же не оставь да я добавляю совсем то что ты вычитал в книгах да соответственно мы понимаем что до того оставь то есть зависит в основном тем уровнем где ты а также то что в книгах не забрасывай совсем да и так же не оставляй то что пробудилась у него из-за из-за книг несмотря на то то сторона воздействия того что к тебе твоему уровню не соответствует она начинается в любом случае все ступени совершенства и святости они должны быть связаны друг с другом поэтому и только поэтому не оставляй то что тебе не соответствует несмотря на то что это время тебя будет минимально и я добавляю уже изначально и может быть так же отрицательным ты можешь впасть в депрессию из этого лишний ненужный страх кстати вот здесь вот слово страх используется в двух синонимах страх от начале как отрицательное явление во всех остальных местах где здесь упомянут трепет это другое слово пользуется ира да вот паха это простой страх и с него ровно начал это то что может возникнуть у нас как я понимаю из-за чтения вот этих книг которые не соответствуют нам прав этого не пишет напрямую а во всех остальных вещах трепет перед богом страх перед богом ров пользуется другим словом ира так значит все уровни должны быть совершенство связан друг другом и все вместе должны составлять общее одно творение чтобы осветить светом всевышнего его торы высшей в благости и приятности бога вот такой вот отрывочек вот так я понимаю а теперь я как всегда хочу остановиться и спросить вас а как вы как вам сказано как вам этот отрывок как вам моё моя его интерпретация что вроде бы я надеюсь перевод я понял сделал но понимаю что то я бы немножко но то что есть пожалуйста над я немного но отнесусь к этому моменту с точки зрения опыта раф конечно пишет очень непонятно ну на первый взгляд но если отнестись к этому так более широко получается что ну действительно что иногда очень-очень-очень умные книги очень высоко задирают планку ты стараешься планке соответствовать и считаешь что ты ну самооценка очень резко падает и нужно правильно понимать что сейчас да ты не можешь быть на той высоте стоит сложить это в сторону вернуться к этому ну немного потом а пока заняться ну вот как грубо говоря на своем примере отложить в сторону очень сложные комментарии прочитать простые комментарии хумаша а потом через пару лет вернуться и понять что тогда это было очень сложно понять а сейчас ты можешь понять это более глубоко как то вот так именно отлично очень хорошо именно так и вот теперь отсюда вернуться к рафкуку то что вы сказали мне кажется очень правильно и по сути и по содержанию потому что с одной стороны раф действительно сложно его понимать с другой стороны как бы вот моя точка зрения на основе моего опыта понимание урава она четко урава очень четкая мысль иногда часто он ее выражает намеком не говорит ее прямо но мысленно очень четко мысленно очень четко как бы где нужно это не нужно копать нужно поймать вот эти вот ключевые слова нужно как бы вложиться с тем чтобы понять но урава это как бы не стих то есть не смотря то что у него у него как бы высокий очень язык у него практически называется белая проза да не практически стихотворная проза высокий язык тем не менее это не как стихотворение которые могу понять так а ты можешь его понять так урава практически всегда очень четкая мысль единственно что опять-таки можно спрашивать а почему раф пишет так сложно не знаю честно не знаю одно из моих объяснений что те кому это не надо те кому это может навредить те кто это не хочет понять у него есть возможность этого не понять вот это мое объяснение но на самом-то деле объяснения почему раф пишет таким вот высоким языком это вроде бы идея на самом-то деле высокий я могу еще сказать почему потому что как бы вот обратите внимание раф ни в коем случае даже как никак не сказал что там ну как вот то как я сказал да у нас получается что как бы книжки виноваты нехорошие книжки пишет там не по тому уровню который надо и того что раф него нет ни малейшего намеку что там с книжками что-то не в порядке но с другой стороны тебе говорили четко очень хорошо нужно заливаться другие то есть очень но да спасибо тимур я согласен полностью и с формой и с содержанием отлично в идее вы хотите что-то сказать в принципе сказать не 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 хотел только мысль была о том что не совсем понятно снова мне о чем говорит трав потому что как мы выяснили в прошлый раз и в прошлое занятие это о том что он говорит не столько о грехе сколько о каких-то моментах психологии человека как будто бы он призывает в том чтобы не то что меньше книг читать а в том чтобы меньше копаться в себе и как будто бы это это книги не столько какого-то религиозного содержания сколько скорее кода психологического толка книги однозначно религиозного содержания четко стал книги сифра мусар в их душах это книги по поводу самоисправления именно понимание улучшения вот именно качеств человеческих аэра это трепет перед богом это однозначно религиозная книги самоисправление не в плане греха самоисправление в плане характера на самом-то деле это безусловно верно и да конечно потому что скажем так грехами у меня есть два два на самом деле может быть больше возможности с ними работать я могу с грехами устроиться самой груду бегать по лабиринту это самое отслеживать их и отстреливать по одному затратная и сложная работа каждый он там меня тоже хочет куснуть меня подстрелить это самое иногда они там парами сбиваются в отряды сложная и тяжелая работа есть другой вариант это изменить свой взгляд на мир изменить свои какие-то качества и тогда мы в общем то отрубаем у грехов их корень и тогда одним махом семью кубевахом нас получается в какой-то момент у меня при пропадает желание грешить давайте приведем это допустим какие-то вот примеры допустим с диетами я могу ежедневно бороться есть пирожок или не есть пирожок есть пирожок или есть пирожок мне нужно там худеть или там у меня там диабет или не знаю что я могу пойти на лекции понять как бы как действительно вредит и как-то разлагает мой организм понять это немножко на более высоком уровне в конце концов я приду не потому что стал таким правильником ну вот просто это самое мне я себя поставил какую-то другую ступень именно вот через голову больше чем через борьбу и мне в общем тоже не не очень-то хочет пирожок есть не то что раз вместе могу себе позволить я тоже не монах какой-нибудь да но мне не прекратил это хотеться да и во многих областях если я как бы вот себя поднимаю вот именно через голову то очень часто я отрубаю многим грехам одним разом корень и мне не прекращать хотятся теперь в чем вообще смысл борьбы с дурным началом Раф Кук подчеркивает это много раз в своих книгах на самом-то деле наша цель вообще в чем цель как бы совершенствовать человека даже не борьбы с грехами совершенствовать человека Раф говорит цель в том чтобы поднять наше желание чтобы мы хотели более высоких и хороших вещей то есть один уровень я знаю как нужно но я хочу налево и я себя вот это хочется иногда они это самое они борются нормальный человек вот у него есть там животное начало божественная душа и они там это самое вою а куда мы хотим прийти мы не хотим вечно воевать мы хотим прийти в место которое называется святость где я хочу хороших вещей где мне не хочется делать гадость это цель самоисправление и понятно что как бы она уже находится не на уровне погони за грехами исправления это корень или корень корня вообще всех отрицательных наклонности как сказано в конце мира нужно в общем-то на подходе всевышний нарежет ангела смерти которая у нас одновременно работает и обвинителем и искусителем то есть это не вечная борьба соответственно как бы вот поэтому да поэтому отнестись не к самим грехам вот к тому что с тобой это иногда даже более важно но разве говорить надо понимать самое не перепрыгнуть через свой купик не прыгать слишком высоко с тем чтобы не разбиться я так это если я отнесся ответил вашему вопросу замечанию я честно говоря во первых не могу назвать книги которые вы назвали те которые анализируют травку в своей работе в своих трудах но я не понимаю как это работает либо это работает на примере то есть то есть приводится возможно в пример какой-то идеальный человек которому мы стремимся на которого быть похожи либо это работает как правило я бы я просто вот не понимаю даже вот в конце времен вы говорите о том что человек должен быть уже осознанным настолько чтобы уже не вспоминать о том что такое грех что такое грешить а вот он настолько как бы это сказать настолько осмысленный что все делает у якого правильно но я не могу допустим на на данный момент представить себе чтобы сейчас в любом государстве отменили закон законы потому что мне кажется что анархия она как бы не совсем мать порядка даже даже в наши мягко говоря высокие времена ну в общем я не считаю что человечество на высоком моральном уровне конечно но это идеал то есть идеал все таки сравнивая себя с идеалом мы якобы попадаем в депрессию нет нет и то есть иногда да но здесь мы говорим не сравнивая с идеалом а сравнивая с той планкой которую тебе иногда ставят книги как они занимаются может быть и сразу имеет конкретные книги которые относятся к прошлому поколению и которые очень любили человека хорошенечко принизить вниз человек сочувствовал так он слишком это самые книги его а сегодня в общем-то и равно это обратил внимание направление работать человеком противоположное человека с тем чтобы он сегодня пошел что делать правильно нужно возвысить и может быть именно конкретно вот книгам которые с тем чтобы лучше человек допустим давайте возьмем так грубый человек чтобы сделать что-то хорошее нужно принизить потому что если он все свои силы даст им волю он много чего поломает а развитый утонченный человек наоборот его нужно возвысить ему нужно дать какую-то свободу ему нужно дать пространство с тем чтобы он мог творить иначе на кровь он уже завяли и вот направление вообще раковка это возвысить человека с тем чтобы он с тем чтобы он продвигался вперед а было время когда книги которые занимались вот улучшением человека и да вот то что сказали ира трепет перед небом они занимались тем чтобы человека принизить и тогда может быть это был правильный подход вам говорит что на сегодня этот подход неправильный и он предлагает подход сегодня 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 практически все это возвысить человека и тогда он будет творить добрый добрый ну вот так спасибо хорошо так мы умеем о значит так сегодня я сказал мы заканчиваем без 15 без 15 уже грянуло через без 15 будет через 2 минуты поэтому тогда на сегодня мы закончим огромное а если есть 2 минуты у меня вы знаете вы пока говорили меня это как-то натолкнуло на мысль о павле апостол его называют да павел который говорил что то что то подобное типа типа что человек он настолько бессилен чтобы быть способным себя исправить то есть нет у него этих сил душевных моральных для того чтобы самого себя исправить ну и вот наверное где то это параллельно прозвучало сегодня о том что если ты узнал какой-то идеал ты не дотягиваешься лучше это оставить потому что нет у тебя сил на данные на данном этапе возможно ты там не достиг кого-то уровня где то похоже и но потом оно главное что сводит к тому к тому что это вместо тебя должен сделать дух святой вот поэтому в в противоречие вступает его слова и и вера в усилия человека о том что прикладывая усилия человек достигает совершенства в принципе без усилия скорее всего это и невозможно значит отлично нет безусловно без усилия мы никуда не продвигаемся и мы сами как это кузнецы своего счастья безусловно единственное что то есть Павел безусловно это говорил единственное что как бы наоборот мы именно верим что в силах человека себя исправить и вся дорога что вы дорога как себя исправить раб говорит что это теперь мы занимаемся не а можно ли себя исправить или это изначально неблагодарное занятие давайте это бросим а мы уже решили что исправить себя можно и здесь раб говорит как потому что это сложно можно но сложно доказательство мы этим уже занимаемся несколько тысяч лет и работа еще не закончена соответственно сложно мы это еврейские народы и в общем то все человечество соответственно сложно мы говорим теперь когда мы занимаемся уже как это уже принципиально мы можем говорить не прыгай слишком высоко иди ступенька за ступенькой потому что иначе ты можешь откатиться назад но принципиальный вопрос у нас уже решен безусловно человек может это в его руках но от этого от этой уверенности до шапка закидательства а теперь значит это самое мне только стоит немножко поднапрячься я сейчас сразу из себя выпую человека с большой буквы стоп давай это самое смотреть здесь подчеркивает нужно понять где я нахожусь с тем чтобы вот допустим возьмем математику с тем чтобы учить человека любой человек может закончить не знаю там курс школьную программу математики да как бы он есть ли у него способности к математике или нет любой может закончить но чтобы начать любой курс нужно сперва понять где человек находится он знает порядок действий он знает что умножить до того как плюс и скобки до всего или не знает соответственно понять где человек находится можно продвигаться а а если я просто вооружусь знанием того что могу закончить школу и поэтому я сразу схвачу учебник седьмого класса это мне не поможет наоборот я пойму ага я попытался у меня ничего не получилось значит а наше предположение о том что я могу оно вообще неверно я получаю вместо уверенности противоположность юж как это будет полностью отчаяния и все самое лапки кверху и это самое нет нужно после того как мы поняли и мы уверены мы знаем что мы можем закончить эту программу надо понять где мы находимся и не хватать учебник для седьмого класса когда мы в третьем это то что написано не более того книги по совершенству которые тебе не подходят то есть интегралы знай но занимается сейчас поняв где ты находишься сложением столбик да спасибо спасибо пример со школой очень очень помог разъяснил большое вам спасибо я очень рад вашему как бы вот интеракции когда непонятно или непонятно не до конца не оставлять меня в покое опихать с тем чтобы в конце концов может быть это стало понятно потому что иначе я сказал много много интересных красивых слов и все это ушло в никуда так что большое вам спасибо Вадим и большое спасибо Тимур за наш урок добрый вечер до встречи через две недели всех выступающим праздником до свидания 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 Продолжение следует...